Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите «Советы от Довлатова». Надеюсь, что и каждые эти встречи, которые и советы, которые в YouTube вы слышите, надеюсь, что они принесут вам какую-то пользу. Мы их пишем именно с такой целью, чтобы быть полезным и делимся опытом, чтобы вы уменьшили количество ошибок своим друзьям, знакомым рекомендуете, потому что я считаю, что это очень добрые дела, когда ты станешь причиной успеха других людей, и то, что ты говоришь, кому-то помогает избавиться от ошибки и долгов, и проблемах и так далее. Чем занимается наша школа? Мы помогаем людям, чтобы они достигали своей мечты, помогаем людям, чтобы правильно управлять своим личным финансом, помогаем людям, чтобы они сохранили свою семью, помогали людям избавиться от долгов, тем, кто занимается бизнесом, помогаем, чтобы его бизнес стал просветающим, чтобы намного за меньшее время он мог бы достигать те цели, которые он ставит перед собой. Если бы самостоятельно 10-20 лет потратил бы, с нами, возможно, за 3-5 лет он достигает эти цели. Дорогие мои, в этом рубрике хочу сказать вам несколько вещей, урок, которые я получил за последний год, которые для меня очень ценные, которые очень мне помогли, можно сказать, из своей практики, сейчас буду рассказывать эти уроки. Первое, первое, никогда не давайте свои деньги другим людям. Первое, что я очень хорошо в этом году хорошо понял, хорошо усваивал. Если у вас есть свой бизнес и у вас есть возможность расширять свой бизнес, лучше расширяйте свой бизнес. Я анализировал годы свои прошлые годы и так далее, пришел к выводу, что очень многие деньги, которые я вкладывал в бизнесы других людей, они, больше половины из них не вернулись и неэффективны и так далее. И, в конце концов, у меня остались те бизнесы и то, которые я сам построил и так далее. Поэтому первый урок, который очень-очень дорого мне обошлось, и я верю в том, что думаю, что вам тоже поможет, это лучше расширять свой бизнес. Посмотрите, если в вашем бизнесе есть возможность расширять его, расширяйте, лучше деньги вложите у себя в бизнес, потихонечку свой бизнес будете постепенно увеличивать. Это капитал. Дело в том, что активы всегда подорожают. Вот, что я очень хорошо понял. Поэтому приобретайте активы побольше. То есть это второй мой совет, который хочу, чтобы вы поняли. Почему богатый-богатеет и бедный-беднеет? Дело в том, что активы год за годом становятся дороже, дороже, дороже. Я анализирую сады, которые я сам построил, анализирую здания, которые я построил, пробрел и так далее, земли, которые я пробрел, они год за годом только подорожали. Я анализирую то, что, например, 20 лет назад или то, что 5 лет назад, они все равно подорожали. Поэтому богатые становятся более богаче, бедные становятся более-беднее по той причине, что богатый приобретает активы, а активы всегда подорожают. Это очень важная вещь. Третья вещь. Если вы свой бизнес видите, что расширяться вам смысла нету и все деньги, которые вы вкладываете, нету необходимости в вашем бизнесе эти деньги вложить, тогда обязательно, если вы в партнерство пойдете, вот соблюдайте мой третий совет. Без финансового анализа, без команды, без юридического обоснования, документации ни один доллар никуда не вкладывайте. Мой совет к вам такой. Если вы поймете, что можете юридически повылять, если вы поняли, что вы финансы контролировать можете, у вас есть шанс контролировать это доход или потери и так далее, где-то через, скажем, правила, где-то через статистика, где-то через технология, только тогда инвестируйте в бизнес других людей или станьте партнером и так далее. В партнерстве больше шанса, чем одиночки работать, но его надо делать правильно. Если у вас команды нет, не идите в партнерство. Если у вас хотя бы одного-два помощника должно быть, которые, у них есть достаточно времени, чтобы они проверяли рост бизнеса, куда идет бизнес, доход и так далее, чтобы они смотрели на бизнес. Понимаете, это очень-очень важнейший момент, который необходимо. То есть, что я хочу сказать этим? Я хочу этим сказать, что когда вы вкладываете деньги, вы должны время вкладывать. Я вкладывал деньги, но у меня время не было, чтобы вкладывать физически. От того, что у меня время не было, физически вкладывать, и у меня всегда стала проблема. Что стала проблема? Проблема того, что я не успевал проверять отчеты, я не успевал все смотреть. У меня физически не было. Я приходил, уходил, приходил, уходил. Поэтому год за годом, годы прошли, и итоги, в конце концов, все равно я очень много денег потерял. Очень много денег потерял. Поэтому, когда прочитал Урамбаф, это он говорит, что никогда не теряйте деньги, старайтесь никогда не терять деньги. Я не мог понимать, почему он такой совет дает. А теперь очень хорошо понимаю, как бы ни было любой потери вас назад от возит как бы ни было любой потери все равно назад возит вас поэтому надо стараться чтобы вы не потеряли деньги это очень очень важный совет вот следующий мой вот четвертый мой важный совет не важно данный момент у вас бизнеса есть или нет я очень хорошо понял что нужно сделать так чтобы иметь минимум 10 тысяч долларов пассивного дохода а так среднем 50 тысяч долларов пассивного дохода надо построить бизнес по такому правилу чтобы у вас было от 10 до 50 тысяч долларов пассивного дохода и не обязательно быть миллионером миллиардером и не обязательно мучиться не обязательно день жизнь отдать чтобы просто всю свою жизнь чтобы деньги зарабатывать Нет, это главнейшие уроки, которые я понял в этом году. Надо как-то построить себе доход от 10 тысяч долларов до 50 тысяч долларов. Почему до 50? Рокфеллер советует 50 тысяч. Я не понимал, почему он советует 50 тысяч, но когда я начал с повседневной жизнью сейчас сталкиваться, я заметил, что если 50 тысяч долларов имеешь хороший пассивный доход ежемесячный, это достаточно. Ты больше просто не успеешь потратить. Просто не можешь потратить больше. Разве вы что, золи-то завтракать будете, что ли? Вы тоже будете рубашкой одевать, будете кушать. Просто 50 тысяч долларов вот так достаточно, чтобы путешествовать, побывать в любой стране, в нормальных гостиницах, в нормальных ресторанах, и с детьми путешествовать и так далее. Она достаточно хватает. Надо построить бизнес, который дает минимум от 10 тысяч до 50 тысяч долларов пассивного дохода, и тогда можете больше бизнесом не вкладывать много энергоусилий, заниматься бизнесом, а займитесь жизнью. Пятый мой совет. Пятый мой совет – это займитесь 10 лет, отдайте 10 лет бизнесу, чтобы построить вот такой пассивный доход. Я не знаю, сколько вам лет сейчас, но я для себя определил, что с 30 лет до 40 где-то я буду позаниматься бизнесом. Я построил несколько бизнесов, и слава богу, они нормальный доход дают. Хотя сейчас коронавирус и так далее, это кризис. Но она же тоже пройдет, она же тоже не вечно. Но после этого все, я кое-что понял. Вот 10 лет, надо любому человеку должен понимать, что 10 лет он должен отдаваться бизнесу. И 10 лет работать, не оглядывая назад, налево, направо, на того-то, того-то. 10 лет забудьте, можно сказать, чай пить и друзьями, гулять с ватбами и так далее, пока не построите хороший бизнес. Вот, почему? Когда вы 10 лет занимаетесь, построите себе хороший пассивный доход от 10 до 50 тысяч долларов. И в итоге, в конце концов, этот бизнес становится, этот бизнес откроет вам, перед вами возможности, чтобы вы хорошей жизнью построили для себя и для своих детей. А следующие потом, 10 лет или 15 лет, отдайте своим детям. Пока дети еще только-только в школе, только-только учатся и так далее. Поэтому в начале бизнес занимайтесь 10 лет, а потом время вкладывайте своим детям. Почему? Например, я сейчас так и делал. Вот построили этот бизнес, теперь в следующие десятилетия я буду больше времени вкладывать своим детям. Почему? Я хочу, чтобы с ними путешествовать, хочу, чтобы их вкладывать в их образование, вкладывать в них самих. Потому что потом они видят, уже им будут 18-20 лет, замуж выходит, уйдет, и семью создает, учебе уйдет. А потом так их не видишь. А потом, когда с ними общаться-то? Потом они уйдут. Поэтому, то есть, идея в чем заключается? Идея в том, что 10 лет отдаем бизнесу, чтобы построить пассивный доход, нормальный доход, чтобы в следующие десятилетия полностью, максимально вкладывать в развитие своих детей. Это уже следующий мой совет. Следующие десятилетия или 15 лет детям надо вкладывать. Когда доход есть, ты не переживаешь. Ты знаешь, что доход есть, и это позволяет тебе детям образование дать, детям помогать, детям путешествовать с ними, им давать хорошее образование и так далее. Видите, быть хорошим отцом, за это надо платить. Быть хорошим мужем, за это надо платить. Быть хорошим братом, за это надо платить. Таково время. Мы с вами живем в той жизни, когда хотим мы это или нет, за это надо оплачивать. Следующий мой совет, шестой или уже седьмой, не знаю, может быть я уже ошибаюсь по цифрами, а вы определите себе. В связи с этим коронавирусом я кое-что понял. Птица летит двумя крыльями, человек ходит двумя ногами и так далее. Все-таки я понял, что бизнес надо сделать так, чтобы он имел и оффлайне, и онлайне. И в том направлении канал сбитый надо построить. И в оффлайне, и онлайне. Например, сейчас я смотрю, в связи с этим коронавирусом, в связи с этим кризисом, какие компании только выдержали сейчас и какие компании развиваются сейчас. Только те, которые онлайн работают, а те, которые оффлайн, они все закрыты сейчас. Мои бизнесы, которые были оффлайне, все закрыты. И это правда, это так. А те, которые онлайне были, ход какой-то небольшой продажи идет, что-то из них даже хорошо продает. Поэтому сейчас время поменялось, рынок поменялось. Нужно каким-то образом адаптировать свой продукт, свой бизнес, чтобы ваш бизнес и оффлайн, и онлайн были на продаже. Обязательном порядке. Теперь это стала необходимая часть бизнеса. Потому что от этого зависит риск. Конечно, коронавирус каждый год не будет повторяться. Мы знаем, что каждый год за 100-200 лет один раз эпидемия повторяется. Но несмотря на это, если оффлайн и онлайн у тебя есть, соответственно, ограничение резко уменьшается. Например, постарайтесь, если вы производитель, каким-то образом, чтобы ваш продукт продавался через Амазон. Я это точно понял. Амазон – это классная возможность для особенно сегодняшнего бизнеса. Попробовать надо. Надо каким-то образом постараться. Не умеем – научимся. Не умеем – учимся этому. Каким-то образом создайте свой сайт, свой и так далее продвигайте. Один из лучших или работайте с тем компаниями, которые занимаются онлайн. Вельбресс и другие, другие и так далее, которые продают онлайн. Каким-то образом выходите в их площадках. Алибаба и другие и так далее. Это один момент. Два стратегия, чтобы онлайн вы работали. Либо выходите в их площадки и продаете, либо вы сами организуете логистику, сами создадите сайт и онлайн продаете. И то, и то работают. Но неважно, какой из них вы выберете первым, но я бы рекомендовал вам – это дело точно. Это дело точно. Даже вы стройматериал продаете, даже вы одежду продаете. Продукты питания. Все равно это надо делать. Оффлайн и онлайн должны быть вместе. Потому что мир поменялся, и они, знаете, как-то вот этот электронный мир стал второй наш реальный мир. Так что и то, и то надо делать. Седьмой мой совет. Купите технологии, а не проблемы. Купите технологии, не экономьте на технологии. Если вы производством занимаетесь. Это что я понял в этом году. Понимаете, я постройкой занимался, теплицей, я купил там, вкладывал на суперинтенсивные садии и так далее. Сейчас в производстве тоже кое-какие хочу инвестировать, наладить и так далее. И я понял. Если вы пытаетесь экономить там, потом, например, на место 100 рублей платили 82 рубля. Ну, например. И только, в конце концов, вы купили проблему. А потом постоянно с этими проблемами будете возиться. Кадры тоже сами. Иногда мы, кадры стоят 2000 долларов, нанимаем кого-то за 1000 или за 1500. На самом деле, этот кадр не справляется, черт побери. Он не профессионал в этом деле. И только, в конце концов, мы покупаем новые проблемы. То есть, на место того, чтобы он решали эту проблему, он его дополнительно создает, увеличивает дополнительно. И проблемы становятся в два раза сильнее, в два раза дороже, обойдется. У меня, я создал команду, управляющую команду, с целью, чтобы они решали многие проблемы. Кучу денег потратили, ничего не решилось так, как я хотел бы. А почему? Потому что я нанимал, получается, возможно, на того группа людей, которые в этом имели бы профессиональный опыт. По крайней мере, руководителям, наверное, надо было такого нанимать, который когда-либо сделал такое. Но сейчас я уже спустя год анализирую, сейчас это период коронавируса и так далее, карантина. Как раз мы все дома сидим. И у меня было время анализировать, думать обо всем. Следующий мой важный урок, восьмой совет, который, урок, который я получил и рассказываю вам, это что? Это резервный фонд. Вот, наверное, сейчас вот в период кризиса, все хорошо поняли, у кого я был резервный, как эта сумма резерва, они как-то выдержали. А у кого не было резерва, сейчас страдают. Они сейчас нуждаются, они сейчас берут дорогие долги, дорогие кредиты и так далее, и так далее. И это очень тяжело. Очень сильно влияет на бизнес, и очень сильно влияет на ваши финансы, личные финансы, и очень сильно влияет на ваше развитие в целом. Поэтому, как бы вам не было тяжело, пожалуйста, откладывайте деньги, создайте резервный фонд. Резервный фонд очень многому помогает вам в жизни. Очень многим. А кто страдает сейчас? Те, у кого нет резерва. У кого нет резерва, сейчас в дальний момент, в этом тяжелом периоде, все страдают. И мы знаем с вами об этом, что так и происходит сейчас, на дальнем этапе. Вот. Следующий мой совет, девятий. Когда вот этот коронавирус начался, и трудности и так далее, многие мои ученики вышли ко мне на связи и говорили, и вы знаете, кто больше всех страдал? Это вот девять или десятий совет, да, уже. У кого большие кредиты были, у кого много обязательства. И у меня самому тоже есть кредиты, обязательства и так далее, пара в моих бизнесах. И я так сильно переживал вначале, но потом потихонечку мы справились с этими задачами и так далее, решились. Но все равно, вы понимаете, все равно не берите кредиты, не берите обязательства и так далее. Потому что особенно, когда мы берем кредиты, обязательства, как-то мы уверены в тот момент, что все нормально и так далее. А кто знал, что станет вот такой коронавирус? А кто знал, что весь рынок, мировой рынок останавливается? Да никто не знал. Но факт остается, что переживания и трудности бросают нас назад. Вот эта нервотропка, она никому не нужна. И поэтому мой совет к вам, все-таки, если вы когда-либо берете обязательства или кредит, соблюдайте те формули, которые я написал в книге «Дальгитая на глазах». Например, то есть от вашего годового оборота максимум берите 20%. Но больше не надо. Если вы почитаете свой годовой оборот, если у вас миллион долларов, берите 200 тысяч. Она не будет вам нагрузка, даже при любой эпидемии, любой трудности, по чуть-чуть, по чуть-чуть его закройте. Уловили? То есть не берите больше чем, чем вы можете подтянуть. Эти советы я искренне говорил вам, это те вещи, которые в этом году я понял, усваивал в этом году. И думаю, что надеюсь, что из этих советов вы что-то полезное брали для себя и что-то хорошее вы усваивали для себя. В комментариях пишите, что из этих советов вам было очень полезными. Первое. Второе. Что из них вы будете делать и когда начинаете это делать. Пора от хороших слов прийти к хорошим поступкам. Прийти к реальной учебе. Учеба – это когда вы делаете то, что вы знали или информацию, которую вы приобретаете. Я желаю вам успехов. Подпишитесь на наш канал. Рекомендуйте наш канал своим знакомым, друзьям, своим родственникам. Кто нуждается этим советом. Хорошо. Желаю вам успехов. Всего доброго.